23 часа новости на телеканале Дом. В студии работает Дарья Вершиленко. Добрый вечер. В нулевой зоне четвертые сутки остаются двое людей между двух блокпостов в районе КПВВ Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщают в штабе ООС. Пара пыталась выехать в Донецк. Пересекла линию соприкосновения на автомобиле, но на неподконтрольную территорию их не пускают. Люди ночуют на улице в надежде попасть домой. Украинские пограничники говорят, что готовы помочь гражданам вернуться назад. Администрация ОРДО пятые сутки блокирует работу КПВВ Марьинка. Как сообщает мониторинговая миссия ООН, два дня назад возле контрольного пункта от сердечного приступа умер мужчина. Он пытался выехать в Донецк к дочери, но его также не пустили. Новые способы сотрудничества с Североатлантическим альянсом и сигнал для Кремля. Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Что даст Украине участие в партнерской программе, разбиралась Юлия Крючкова. Семь месяцев от официального обращения Украины к НАТО до получения нового статуса. Все страны-члены альянса проголосовали за то, чтобы Украина стала партнером с расширенными возможностями. Как партнер НАТО, Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности. Кроме Украины, такой статус имеют всего пять стран – Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Чтобы перейти на новый этап партнерства с НАТО, Украина выполнила ряд условий. Приведение нашей системы управления стандарт совместимости с НАТО – это и проведение подготовки вооруженных сил, это и стандарты гражданского контроля над военными. Военный эксперт Михаил Самусь объясняет, партнер с расширенными возможностями – это по факту страна НАТО без официального членства. Это обмен разведывательной информацией, это участие в боевых операциях, это предоставление и участие в программах по развитию оборонной промышленности. Украинские военные смогут занимать руководящие посты в НАПО, что, естественно, невозможно для страны, которая просто стремится к членству. Такое партнерство выгодно не только Украине, но и самому Альянсу. Для его безопасности необходима страна с сильной армией на восточном фланге. В то же время в ходе совместных учений военные НАТО перенимают уникальный опыт. У них нет такого опыта, который есть у Украины именно в гибридной войне. Никогда НАТО, подразделения и военные не воевали с таким врагом, который использовал против них средства радиоэлектронного подавления, артиллерию, беспилотные летательные аппараты. Эксперты говорят, Альянс продемонстрировал России, что не пойдет на уступки Путину и будет поддерживать Украину. Это действительно важный сигнал для Кремля, в том числе, что в НАТО существует консенсус, что Украина двигается по правильному пути. И что президент Зеленский делает правильные шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. И поэтому смотрите то, что предлагает Зеленский, прислушайтесь и давайте уже как-то двигаться дальше. Новый статус не остановит подготовку Украины к полноценному членству в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции страны. Юлия Крючкова, Ярослав Матяш, Киев. Твой дом. Небесная полусотня. Военные почтили память жертв, сбитого 6 лет назад самолета Ил-76 над Луганском. Церемонию провели в Киеве возле памятного колокола. Называли имя каждого погибшего, били в колокол, а почетный караул салютовал залпом. После этого возложили к памятнику цветы. Напомню, в ночь на 14 июня 2014 года незаконные вооруженные формирования подбили военно-транспортный самолет воздушных сил Украины. Судно заходило на посадку. На борту было 40 десантников и 9 членов экипажа. Все погибли. Это стало крупнейшей одномоментной потерей ВСУ за всю их историю. Копию сбитого над Луганском Ил-76 установили во Львове. Миниатюру разместили в парке культуры. Так почтили память погибших воинов. На открытие памятника пришли их родные и побратимы. По задумке авторов проекта, это первый эпизод серии памятников, посвященных событиям на Донбассе. Будущий комплекс назвали «Календарь войны». «Я не назову це памятником, бо це інсталяція, яка буде постійно змінюватися. Відповідно, буде іловайська трагедія, роковина іловайської трагедії. Ми поставимо тут символ іловайської трагедії, повісимо банери і зробимо, власне, таку поминальну акцію хлопців, які загинули в Іловайську. Донецький аэропорт, Дебальцеве, тобто всі ті події, які були вже на війні, які забрали багато життів. Оці акції, книжки, вони для нас дуже велика підтримка. Це ковток такої життєвої сили, який дає нам смисли жити. Була можливість розірвати контракт. Я запитала, а ти? Він каже, мамо, там мої друзі. Здай кровь, спаси жизнь. Обеспечить пацієнтів достаточним її количеством призвал президент Владимир Зеленський. В своєму обращенні по случаю Всемирного дня донора глава государства отметил, регулярне і добровольне донорство – це одне з головних составляючих національної безпасності. Вовремя карантинна столица остро нуждалась в крові. Люди не могли добратися до медучреждення і опасались заразитися коронавірусом. Як обстоят дела после ослабления карантинних мер? Узнала Інна Сазанина. Донором може бути не кожний. Після заполнення анкеты і забору крові на аналіз, доктор решаєт, підходите ви чи не. Ви для кого-то здаєте? Да. Номер больниці знаєте? Да, клиницій бульниці номер 9. Алексей пришел здавати крові вперві, але його забраковали. Слишком высокий гемоглобин. А вот Інна підходить идеально, стала донором 4 роки назад. Начала здавати ще на 2-м і на 3-м курсі університету. Просто от того, що приїхала група в общежитие, ми здавали там. І після того начала їздити, здавати безоплатно. Вовремя карантинів в Україні донорів не хватало. Главна причина – боязнь заразитися COVID-19. Кроме того, не ходив общественный транспорт і добратися до центра крові киевлянам було сложно. Во Всемирний день донора выстраиваються очереди з желаючих здати крові. А вот в будні сюди приходят всего около сотни человек. Плюс доноры, которые приходят в филиалы. Структурные подразделения один и второй, там человек по 30 тоже есть. То есть до 200 человек, но опять же этого не хватает. Было 300 человек доноров – это 100% достаточно для того, чтобы удовлетворить всех. В этом году в Министерстве здравоохранения решили выяснить, сколько крови требуется медучреждениям. Для этого мониторят заведения, которые заготавливают кровь и используют ее. 2020 рік станет таким знаковым, потому что в конце року мы знатимемо конкретную потребу в реальном часе и на национальном уровне за допомогою сучасных интернет-технологий сможемо контролювати, вчасно реагувати и анализовать якість данных. В Украине около 3,5 сотен медучреждений, которые заготавливают кровь, и около 2 тысяч, которые в ней нуждаются. Это онкоклиники, ожоговое центро, хирургические отделения и родильные дома. Инесса Занина, Ярослав Матяш, Киев, Твой дом. 2,5 тысячи километров под землей. Легендарные одесские катакомбы проходят через весь город и ближайшие населенные пункты. О них очередной материал из цикла телеканала «Дом о туристической Украине». Подземным маршрутом прошла Анна Городенцева. До революции 1917 года в шахтах добывали ракушняк. Из него строили дома. Вот это вот и есть забой, где здесь выбирался камень. Вот с этого камня здесь можно было построить несколько хороших домов. Эти катакомбы длиной 82 километра. Они расположены прямо под историческим районом Одессы – Молдаванкой. В разные времена их функция менялась. В годы Холодной войны, например, там строили секретные бункеры. 1100 человек должно было поместиться в этом убежище. Здесь 12 бомбоубежищ. Но вот это одно из таких. Не самое большое, потому что есть еще убежище 5000 из завода «Полиграф Машка». Во время Второй мировой войны катакомбы служили убежищем для партизан. Прятались там и мирные жители. Даже подземную школу организовали. Мы немножко создали такую школу, потому что найти ее нереально было. Чтобы показать детям, как в том тяжелом 41-м году дети учились в школе. Чтобы они хотя бы понимали разницу. В катакомбах можно найти подземные озера и кварцевые пещеры. Одесское подземелье пользуется популярностью у туристов. Самым смелым гиды предлагают побывать в так называемых «диких катакомбах». Они для любителей экстрима. Там узкие, как норы, проходы. Прохладно, хорошо. Мне муж давно обещал сюда привезти. Вот и привез. В городе и ближайших населенных пунктах есть открытые входы в подземелье. Но гиды призывают отдыхающих не ходить туда самостоятельно. Ведь одесские катакомбы – самые длинные в мире. Это 2500 километров темных лабиринтов, в которых легко заблудиться. Анна Городенцева, Наталья Довбыш, Одесса. Твой дом.